Самарские ученые продолжают экспериментировать. Теперь для создания съедобного стакана они используют не только яблоко, но еще морковь, тыкву и даже кабачок. Насладиться экологической разработкой самарских ученых теперь смогут жители Камчатки. Вкусно! Изначально стаканчики из натуральных ингредиентов задумывались как посуда для космоса. В отличие от пластика, такой сосуд не оставляет после себя следов. Его можно просто съесть. Он вкусный и напоминает яблочную пастилу. Сейчас разработкой самарских ребят заинтересовались предприниматели. Такую кухонную утварь захотели приобрести санатории и турбазы отдыха. Но закупать товар предприятия привыкли оптом. Чтобы производить большие партии, необходимо новое современное оборудование. Сейчас же студенты могут создавать до 30 стаканов в день при условии полной занятости в 8 часов. Что в их случае совмещение с учебой нереально. Сейчас мы больше смотрим как подарочные наборы, как возможность реализации такого набора для мест, где труднодоступна утилизация мусора. Ввиду того, что у нас экологическая проблема в 21 веке, это проблема номер один. Съедобная посуда позволит снизить количество бытовых отходов в Кроноцком заповеднике, что на Камчатке с утилизацией мусора сложно. Поэтому самарские студенты решили отправить туда целый сервиз для чаепития – стаканы и блюдца. Над формой последних лаборантам пришлось покладывать. Это свежая разработка. Молодые ученые своими руками бережно упаковали сервиз. Посылку оформили как перевоз хрупких вещей первым классом. Студенты даже узнали, что есть такой заповедник и решили, что можно сделать необычный подарок в день рождения Кронскому заповеднику. А Почта России поможет этот подарок отправить. Оформили посылку, не выходя из университета, онлайн. В дороге она проведет шесть дней. К следующей пятнице 85-летнему юбилею заповедника будет доставлено по адресу. Перемещение ценного груза будет отслеживаться. Мария Левина, Василий Кладашов. События.